Денис Иванович, пожалуйста. Маргин Иванович, ну хотя мы с вами объяснились в прошлом году, я хотел бы все-таки воспользоваться возможностью и принести вам свои извинения за прошлый инцидент. Приятно, но тем не менее, он в этом... Мы все уже решили. Да, в этом зале это прозвучало. Когда в тюремной больнице были. Да, я хотел бы расставить точки над «и». Смотрите, вы правильно сказали много слов про ситуацию со СВО, и многие коллеги бывали, и я в том числе, были на Донбассе, на территории специальной военной операции. Вы знаете, да, что инициатива нашей партии была в ведении специального уполномоченного по правам военнослужащих. К этой инициативе неоднозначно отнеслись. Мне хотелось бы понять, почему вы считаете, что такой уполномоченный не нужен? Хватит ли вам сил на все? За 15 лет работы это 18-я инициатива, связанная с учреждением структуры отраслевого омбудсмена, из тех, которые я знаю. Были предложения о создании уполномоченного по делам молодежи, женщин, национальностей, даже членов интернет-сообщества, совершенно по делам инвалидов и так далее. На самом деле, сила нашей структуры в том, что она универсальна. Если завтра прилетят на эту планету инопланетяне, и права их будут нарушаться, мы будем защищать инопланетяне. Принцип одного окна, где трудно отделить одно от другого. И права ребенка, и права взрослого, и права оленевода, и права селянина, и права солдата, зачастую это все в рамках одной семьи происходит. И представьте себе, когда в крае будет работать 10 структур, и каждый будет, как в некоторых регионах сделали, каждый будет тянуть на себя одеяло, работы не будет, а будет выяснение межведомственных отношений. Пока мы справляемся с этим объемом, хотя, честно говоря, с началом войны добавилась работа, но мы справляемся. И я думаю, будем справляться. Несавич, может быть, здесь не место для обсуждения, но тем не менее, в рамках прошедшего у нас здесь заседания Совета законодателей Сибирского федерального округа, этот вопрос тоже, вопрос нашей практики, нашел определенное подтверждение. И как раз наличие даже вплоть до того, что единого аппарата, в котором у нас действует сегодня система уполномоченных, ну некая уж, если позволите, соподчиненность имеющихся у нас отраслевых уполномоченных, скорее признана положительным опытом, в том числе регионами, у которых эти системы разведены ровно в этой логике, что зачастую это мешает комплексно решать проблемы конкретного человека и конкретной семьи, которая обладает разными социальными статусами. Спасибо большое за ваше выступление. Даже какая-то у меня была внутри пауза, потому что вы все подробно рассказали. И тут многие коллеги, я смотрю, тоже видели, что вы не только говорите, но вы еще и делаете хорошие предложения. Вы в своих моментах отразили суть проблемы и что необходимо решать. За это хочется вам сказать спасибо, как уполномоченным, что вы не только констатируете тему проблемных вопросов, но вы и сразу предлагаете определенные пути решения, на ваш взгляд. Я, наверное, конечно, не буду долго говорить, потому что по теме ВСО все хорошо осветили, многие болевые темы, которые необходимо решить. Я, наверное, только поддерживаю ваш доклад, ваше выступление. Хотел бы тоже, наверное, обратиться к вам с просьбой на следующей неделе, если у вас есть время, посетить наш военный госпиталь, который является, конечно, и культурным объектом, потому что ко мне поступили устные обращения от ребят, которые там, к сожалению, получили ранение, и там же падают на этих ступеньках каменных, и получают снова новые травмы. Вот я хотел, если можно, вместе с вами туда выехать, вот именно встретиться, и, может быть, просмотреть какие-то пути решения, чтобы, ну, и создать так, чтобы это не трогать. Культурный объект, а может, какие-то найти такие дополнительные варианты, как исправить эту ситуацию. Спасибо. Мы планировали на следующей неделе повторно туда появиться. Мы там бываем, периодически работаем с ними. Там сменный состав. Последний раз было 178 человек из других субъектов в основном. Поэтому давайте сходим. Евгений Николаевич. Коллеги, у меня не вопрос. Хочу подчеркнуть, что Марку Геннадьевичу серьезно помогают представители-уполномоченные по правам человека. Вот цифры, которые назвал Марк Геннадьевич, из общего количества обратившихся, 2125, к представителям-уполномоченным обратилось 1112 жителей края, то есть более 50%. Вот о эффективности работы представителей я могу судить по Норильску, о работе представителя в Норильске, ну, в Нина Михайловне Шпетной. Вот в нашей практике работы, Марк Геннадьевич это знает, совместные приемы и депутата, и представителя. Коллеги, вот стоит опыт, мне представляется он полезным использовать многим депутатам или всем. Спасибо. Спасибо. Ирина Геннадьевна. Знаете, когда мы были на прошлом комитете и обсуждали как раз так называемые социальные гарантии для лиц, которые вернутся сейчас со СВО, которые возвращаются, вы сказали такую, как сказать, подняли такую тему, которую до сих пор вот для меня, вот в очередной раз ее сказали, о том, что мы до конца еще обществом не понимаем, насколько, ну, все изменилось. И вы тогда сказали, что обратного пути нет и, как прежде, не будет. Вот на ваш взгляд, когда, скажем, корректнее сказать, вот эта вот спецоперация, да, через нее пройдет достаточно много людей. Это касается людей, которые там участвуют. У всех у нас есть друзья, близкие, ну, знакомые. То есть это в целом такое общество, уже будет все задействовано. Вот в самом обществе произойдут изменения, и вообще как, какие требования будут к этому обществу и этого общества, к власти. То есть вот ребята придут, я серьезно говорю, и скажут, мы там проливали кровь, да, к чиновникам, да, а здесь, например, такие-то, такие-то вопросы, за кого мы, скажем так, воевали. Вот эта тема ведь на самом деле может существовать, и она существует. Потому что много вопросов задается, много вопросов в кулуарх, и как правильно на это реагировать, и что нужно власти для того, чтобы, скажем, повернуться лицом полностью вот к таким ожиданиям. Потому что это новые требования, мне кажется, к чиновникам в целом. Вы знаете, вы абсолютно в корень смотрите и поставили правильный вопрос. Главная проблема, вот с которой я столкнулся, и мои коллеги, работая по конкретным кейсам, по конкретным судьбам лицким, заключается в одной простой и страшной вещи. Половина страны воюет на фронте, три смены на оборонных предприятиях, провожает, хоронит. А пол страны пляшет и поет. И вот если ты сталкиваешься при решении вопроса по судьбе человека, с человеком вот из первой половины решается все с полуслова, с полувзгляда и с полувздоха. А если из второй половины объяснить ничего невозможно. Невозможно. Причем я бы не стал говорить, что только чиновники или там. Вот бывает и среди чиновников люди, которые решают все сразу, их свое дают буквально. Я знаю такие случаи. Сейчас грань проходит не по должностям, а по душам. Вот половина страны живет в мире, а половина в войне. И когда все закончится, когда-то все закончится нашей победой. Для кого-то это будет праздник со слезами на глазах, а для кого-то повод попить пиво, как после футбольного матча. Вот эти две половины встретятся и внимательно посмотрят в глаза друг к другу. И не факт, что еще все это закончится очень хорошо. Вот это самая главная проблема. И поэтому надо просыпаться, надо всем просыпаться. Вопрос на самом деле скорее выходит даже за плоскость, там за рамки доклада такой мировоззренческий, очень важный. Давайте постараемся, несмотря на тот уровень разговора, на который нас выводит Марк Геннадьевич, все-таки вернуться к движению по нашему регламенту. Это не в порядке претензий ни к докладчику, ни к нашим вопросам, но мы вынуждены все-таки двигаться по процедуре. Андрей Петрович. Марк Геннадьевич, огромное спасибо за доклад. Абсолютно с вами согласен с теми выводами, которые вы делали, и в этой беседе крайней, которую озвучил Алексей Игоревич. Но хотелось бы вернуться правильно к регламенту. Вот те вопросы, которые вы поднимали, которые касаются реабилитации, радуги, те моменты, которые связаны с изготовлением протезов. На какой-то стадии решения на правительство? Я наверняка уверен, что правительство в курсе. Вы сказали, что с декабря занимаетесь этим вопросом, озвучиваете эти вопросы. Обсчитаны ли эти проекты? Каким-то образом, какое внимание правительство уделило на те проблемы, которые были озвучены вами в докладе, и, соответственно, я понимаю, что они были озвучены в том числе и на штабе, скорее всего, либо уже первым лицам правительства Красноярского края? Могли бы вы мне ответить на этот вопрос? Я не вхожу в штаб и полагаю, что легитимность мои предложения приобретут после того, когда они лягут в постановление, за которое вы проголосуете, и поставите это на контроль для исполнительной власти. Так работает эта система. Спасибо. Спасибо, Маргин Геннадьевич. Просто в вашем докладе прозвучало о том, что вы эти предложения озвучивали буквально с декабря месяца. Да, это правда. Спасибо. Маргин Геннадьевич, ну вот, не капкать, комплименты, или как, вот вчера смотрел выступление президента перед, на коллегии прокуратуры. Сегодня слушаю вас. Вот чем скорее у нас руководители станут вот на эти рельсы, на конкретные ставить задачи, вопросы и требовать исполнения, я думаю, все наши проблемы начнут решаться. Спасибо за доклад, как пример выступления и постановки задач. Тоже огромное спасибо. Со своей стороны мы готовы принимать участие в тех вопросах, которые вы сейчас поставили. Успехов вам и терпения. Спасибо. Илья Александрович, пожалуйста. Да, спасибо большое. Маргин Геннадьевич, спасибо большое за ваш доклад, за неравнодушие. Видно, что каждое обращение, каждая история, которая через вас прошла, вы ее восприняли очень лично. И это очень важно и очень правильно, потому что равнодушие в этой ситуации самое страшное, что может быть. У меня не будет особенно вопроса, у меня скорее к вам просьба. По линии уполномоченного, огромная просьба донести до уполномоченного права вам человека при президенте, что регионы готовы исполнять поручения президента. Вот вы задавали вопрос, чего мы ждем. Мы ждем Федерацию и правительство России, которое должно сформировать порядок работы нового государственного фонда, о котором говорил президент страны. И мы готовы. И вы помните, что во время заседания круглого стола, который мы проводили, мы целый ряд мероприятий и предложений формулировали, более того, некоторые из которых уже в техническом порядке проработаны. Но после поручения президента позиции федерального Минтруда, что это обязанность Федерации, Федерации.